Быть директором театра почетно, престижно, интересно. По крайней мере так кажется, когда в театр попадаешь со стороны центрального входа. Сегодня мы узнаем об этой профессии из первых уст. Вообще рабочий день директора театра, он никакими законами не описан и не оговорен. Рабочий день может быть и в ночное время, и это вполне нормально, потому что в театре работа такая, что она немножко отличается от работы других учреждений, предприятий, потому что творчество, оно, знаете, может нахлынуть в любое время суток, и нужно этот момент ловить и держать, и его не упустить. Поэтому сказать рабочее время юридически по контракту у меня, да, с 9 до 18 часов, но на самом деле так не бывает. Всегда я прихожу, конечно же, раньше всех на работу. Я должен обойти все кабинеты, должен обойти все помещения театра, посмотреть все ли на месте, тепло ли, чисто ли, уютно ли. Вот, чтобы в 9 часов уже пришли все цеха, а уже к 10-11 часам приходит творческий состав и начинаются репетиции. К этому времени у нас стоят декорации на сцене или выгородки на площадке. Ух ты, вон, что они сделали. Ой, бутылка какая-то там. Ну это же там реквизит, а реквизит. Да, там уже реквизит поставили. Понятно, понятно, понятно. Так он сюда лазит, да? Ну да. Все, давай аккуратно это сворачиваем, да? Да, сейчас. Саша, он не сыпется? Нет, это красный. Немножко белое нацепается. Механизм и все цеха отлажена так, работа, что и без напоминания, и без какой-то указки свыше, там, руководителя или администратора, работники сами знают свои обязанности, знают всю ответственность, которая на них лежит. Потому что все, что мы делаем, у нас работа публичная. Все это видят зрители. Сегодня театр у нас дисциплинированный, работоспособный. И если нужно проводить, я вот сказал, и ночью мы можем работать, а это нередко бывает, ночные репетиции, все с удовольствием приходят на работу, потому что все работают на конечный результат, на хороший спектакль. Директор театра точно знает, что здесь самое важное, кто то самое зерно коллектива. Смена декораций трижды в день. Все для артиста, для режиссера, для творческого полета. Нельзя так делить, кто главный, кто... Все мы делаем одно дело, и нет таких главных и побочных каких-то дел. Но все равно театр – это творчество. Вот, поэтому, конечно, я ставил и ставлю, несмотря на то, что я администратор, да, я директор. Вот, все равно в театре самое основное – это творчество. Это спектакль, это актер, это лица и персонажи номер один в любом творческом учреждении. Потому что все мы есть и существуем благодаря тому, что есть актер, благодаря тому, что есть спектакль. Если не будет спектаклей, то тогда и зачем все цеха, зачем вся обслуга? Тогда это просто можно назваться директором помещения, директором какого-то здания, но не театра. Вот, поэтому мы все работаем на спектакль. И вот, дай бог, все годы, сколько в обозримом прошлом, насколько я их помню, у нас спектакли выходят достойные, серьезные, одетые, обутые актеры, красивые декорации. Как нам это достается? Это наша внутренняя кухня, об этом никто посторонний, тем более зритель этого не должен знать. Это наша работа и мастерство, руководство театра, вот это все сделать на самом высоком уровне. Разбейся, ну достань, принеси, и чтобы все это было. И зритель, когда приходит в театр, открывается занавес, он должен видеть праздник, должен видеть красоту. А этого мы, в общем-то, добиваемся. Растем, растем и движемся только вверх и вперед. Потому что хороший спектакль, это значит зритель, это хорошая критика, это, в конце концов, и доходы театра. Отто фон Бисмарк утверждал, тот, кто сможет управлять театром, сможет управлять и государством. На столе директора Александра Абеляна не только письма, счета, важные документы. Наравнее с ними очередной новый выпуск современной драматургии. Уж кто, как не директор театра, знает, что зрители придут только на хороший спектакль. Мы пережили, вот мою бытность, очень большие политические катаклизмы. Жили и при советской власти, и потом, во время реформ. И вот сейчас, недавно прошедший уходящий кризис. Вы знаете, конечно же, они отражаются. Мы ищем новые пути зарабатывания денег, ни в коем случае не снижая уровни нашего спектакля, уровней вообще нашей репертуар. Если посмотреть репертуар армаверского театра за прошедшие 10, 15, 20 и более даже лет, то основное лицо театра – это великая классика. Это русская драматургия, великая классика, это зарубежная драматургия и наиболее лучшие спектакли современных авторов. Я считал, считаю, что зрителя делает и театр делает только хороший спектакль, только хорошие пьесы. Если бы вы не были директором театра, кем бы вы могли быть? Я бы был директором школы. Да, я ведь окончил наш Армавирский педагогический институт, факультет русского языка и литературы. Я туда поступал дважды, именно только на этот факультет я хотел. Вот, я однозначно, я работал учителем русского языка и литературы. Очень тепло вспоминаю эти дни, вот, в моей биографии. А вы знаете, работать учителем языка и директором театра, это очень смежные такие вот профессии. Потому что и там творчество, ведь основа спектакля это литература, это драматургия. Так что в этом плане мне вот как-то повезло, в принципе, то, что я изучал на филфаке, на нашем пединституте, оно мне нужно и необходимо и помогает в моей сегодняшней работе. 26 марта в театре премьера по новой пьесе Кальдерона «Жизнь есть сон». Мы снимали за несколько дней до этого события. Сцену как раз освобождали для новых декораций. А выпуск этого спектакля приурочен к Международному дню театра, 27 марта. Армавир – театральный город, и театральным он стал много-много десятилетий тому назад. Дело в том, что, ну, знают армавирцы, наш театр возник раньше, чем город Армавир. Он появился в 1908 году еще в селе Армавир. И очень многие театральные трупы приезжали в Армавир и показывали здесь свои и музыкальные, и драматические спектакли. Поэтому уже в те годы именно ковался Армавир театральный. И вот в этом году, 27 марта, отмечается Международный день театра. Уже 49-й раз. Я хочу всех любителей театра, всех армавирцев поздравить с нашим общим праздником. Я знаю, что армавирцы любят наш театр, посещают его, переживают за наш театр, критикуют нас, если что-то вот мы не так поставили. За это им огромная благодарность. Так что, дорогие армавирцы, поздравляю вас с Международным днем театра. Счастья, любви, весны и хороших-хороших премьер на сцене вот этого нашего маленького, уютного, теплого семейного театра. С праздником! Елена Пачина, Александр Жирелеев. Служба новостей Армавира.